Здравствуйте! Вы смотрите седьмой канал в студии Александра Стрельцова. Сейчас о последних событиях в стране и мире к этому часу. В Бельгии задержали подозреваемого в организации терактов в аэропорту Брюсселя. Спецоперация прошла в юго-западном пригороде Андерлехте. За день до взрывов он был объявлен в розыск. Задержанного подозревают и в организации терактов в Париже. Следы его ДНК были найдены в квартире, которую использовали боевики ИГИЛ. Тем временем федеральный прокурор сообщил, что жертвами тройного теракта в аэропорту и в метро стал 31 человек. 271 получил ранения. Прокурор добавил, взрывы в аэропорту Брюсселя произошли с разницей в 37 секунд. За сутки в зоне АТОН один украинский военный погиб, 10 получили ранения. Спокойно было только на Луганском направлении. На Донецком продолжают тяжелые бои под Авдеевкой. Вчера сильные обстрелы наших позиций на этой площади фронта начались около 19 часов. Ворог активно использовал тяжелые оружия, в частности, минометы, различных калибров, танки и 122-мм гаубицы. После потужной артподготовки враг пошел в атаку, которая продолжала около трех часов. Наши воины организованно встретили огнями оккупантов и успешно отбили его спроби просунуться вперед. Завдяки злагодженным действиям и мощностям украинских военнослужащих, линия фронта остается неизменной. И это при том, что противник ввел огонь сразу с двух направлений. На следующей неделе президент Украины Петр Порошенко посетит с официальным визитом в Вашингтон. Об этом глава государства заявил во время поездки в Харьков. А еще глава государства призвал найти выход из правительственного кризиса уже на этой неделе. Моя принциповая позиция – мы не имеем права дальше ждать. Я обратился к всех фракций коалиции старой. Я уверен, что в другом формате, то есть других фракций на сегодняшний день залучены не будут. Открыть свои амбеции и на этом неделе провести заседание Ради коалиции, визначитесь с кандидатурой премьер-министра, подать мне его пропозиции кандидатуры премьер-министра президенту. Я заповняю Вас, что я не буду гаять часу ни одного дня. Моя принциповая позиция – не треба ані уряду, ані коалиции, ані парламенту ховатися від відповідальности. За год внешний долг Украины сократился на 23,5 млрд долларов. Речь идет о всех долгах госбюджета, компаний, объектов предпринимательской деятельности. Окрім того, що валовий зовнішній борг країни скоротився на 23,5 млрд долларов, ми скоротили державний і гарантованний державний борг ще майже на 7 млрд долларов США. Основна проблема, з якою ми зіткнулися – це звичайне обслуговування боргів. Не ми ці кредити брали, але ми їх списуємо, ми їх реструктуризовуємо, і ми залучаємо кошти по вартості кредитного ресурсу в декілька разів нижче, ніж було до нас. За год государственный бюджет страны удалось перевыполнить на 2 млрд 700 млн грн. В останній це відбувалося ще у 2011 році, за часів зростання економіки. Порівняно з 2014 роком доходи зросли майже в половину на 177,6 млрд грн, або на 50%. В горах Аляски прошел четвертый этап мирового фрирайд-тура. Условия крайне екстремальні. Кто стал победителем в ході зрелищних спусків – об этом в следующем сюжете. Соревновання начались на нескільки дні позже запланированного срока из-за плохої погоди. Отсюду до ближайшого населенного пункта Хейнц 50 км. Спортсмену спускається по почти вертикальному склону. Длина трасси 600 метров. Среди мужчин-лыжников первым стал канадец Логан Пехота. «Всю прошлую ночь я непрерывно смотрел повторы видео, изучал фотографии, спать я не мог. Сегодня я выполнил всё, что планировал, и оказался на вершине пьедестала». Среди женщин-лыжниц победительницы признали австрийку. «Да, всё прошло отлично. Я очень-очень счастлива, не могу поверить. Победить на Аляске – для меня это самое лучшее». На сноубордах лучшим стал местный спортсмен Риланд Белл. «В прошлом году я пришёл четвёртым. Я понял, что эти парни просто падают вниз, и поэтому я должен спускаться очень быстро». Ну и, наконец, среди женщин-сноубордистов первой стала швейцарка. «На Аляске последний раз я была очень давно. Не думала, что появится шанс вернуться. Сегодня мне сделали отличный подарок. Я так счастлива. Спасибо, Аляска, спасибо, Вселенная». Следующий этап международного чемпионата состоится на швейцарском горнолыжном курорте Вербье. Это были все новости на данный момент. Больше информации в 19 часов. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова